доброе утро мои хорошие села завтракать накормила своих малышариков сегодня у нас была манная каша с бананом поели они хорошо кашку вот делала еще оладушки вы знаете первый раз в жизни у меня получились оладушки не такие какие я хотела я думаю что это все из-за йогурта он был такой дай он был такой кислющий я купила йогурт но не тот как всегда думала разом со сливками он не будет кислый открыла кислый йогурт думаю чем он будет пропадать сделаю из него эти оладушки еще полтора порции решила сделать не одну как обычно и какие сколько сахара не добавила кисленькие получились кислинкой отдают и это нет вот это вот воздушность как обычно у моих оладушек бывает вот дети по одной штуке поели и все должны ну я не стала настоять вот такие вот дела сейчас буду завтракать чай хлеб масло и так далее все как обычно сегодня у нас 4 мая 5 день карантина солнышко вроде неплохая погода скорее всего на часик на полтора выйдем потом погулять это ну обязательно мы как бы ни один день по моему дома не сидели что вообще не вышли мои дети такого еще не было пока вчера это лежала ночью и съела свои губы у меня привычка такая касать губы если я чувствую что где-то вот что-то вот слезло все пока я не сниму оттуда эту кожицу я не успокоюсь и усынули тоже такая же привычка он тоже постоянно кожицу снимает вот так бы и хорош будет все хорошо вот декра туда сюда ходит кушает оливки что случилось что что опять а зачем ты косточку съела чуть не поперхнул чуть не подавилась косточка от оливок зачем ты ее съела смешно даже мне не смешно телефону мама падает дать тебе еще одну оливку не даю больше а уж пусть кстати эти храй и ослана помогали мне готовить оладушки вмешивали тесто и так далее мы вместе готовит упала надо поднять кто будет поднимать он не будет поднимать аслан не должен поднимать ты уронила ты поднимаешь вот молодец молодец я не вмешиваюсь разбирайтесь друг другом сами я от ваших споров уже устала честно говорю вот так целыми днями и вот так друг друга у другу друга все отбирают если я не сижу и не контролирую весь процесс их игры если я рядом не сижу и все не контролирую они друг друга вот так вот все время дубасят дубасят потом играют а я злюсь он сейчас смеются через минуту будет кто-то из них плакать ну бабусь Ну, ну, люблю тебя. Домик. Мама, домик? Домик вы поломали. Нет. Да. Я поломал. Ты всё поломал. Ты всё ломаешь. Ты крушила, да? Всё крушишь. Крушила. Да? Всё крушишь. Всё, что мама делает? Всё крушишь. Всё разбрасываешь. Ты что, крушила? Эй, ты крушила? Мама, одевай. Одевай. Скоро их укладывать. Что ты пальчик в роду сунул? Что случилось? Мама. Ой. На, теплёнок. Пальчик сосёшь, ты у меня ляля? Да? А что такое? Отсюда да ты пальчик сосёшь, как ляля. У меня дома ляля. Хочу. Две ляли у меня дома. Ляля, я. Ты ляля, да, Асла? Ты тоже ляля? Я. А я не хочу, ляль. Мне две ляли уже, знаешь, как надоели. Две ляли уже мне надоели. Я хочу уже большого ребёнка. Я не хочу маленькую лялю. Тётя Азуля звонит. Поговорим с ней? Да. Давай поговорим. Проснулись мои малыши, и, конечно же, мы на улице. Кисю зовёте, да? Да. А там же нету киси. Я не вижу там кисю. Ты видишь, Зера? Нет. Я не вижу. Ну, это да. Это другая кися, конечно. Очень тепло. Жары нету ещё. О, тёплая, хорошая погода. Мама! Ну-ка, я не знаю даже, что. Машины там далеко едут. Сейчас мы пойдём к тёте. Всё, пойдём к тёте? Нет. Нет? Ты не идёшь, Аслан? Я не пойду. А мама пойдёт. Я пойдё. Ты пойдёшь. Аслан? Аслан пойдёт? Думает ещё. Пойдём, солнышки. Пошли. Мама, синяя машина. Синяя машина, да. Она вообще, по-моему, никуда не выезжает. И эта красная тоже. Он уже неделю стоит на месте. И красная, и синяя. Пошли. Зеярашка. И будет. На её руке я не могу, господи. Вера, идёшь ты? Вон, Аслан пошёл уже. Нет. Тёк-тёк делаешь? Я. Всё, секрет. Женщина, чтобы не мешать съёмке, обошла нас. Пойдём, солнышко. О, он, Асланчик идёт. Давай, догоняй Асланчика. Догоняй своего братика. Дай маме ручку. Может, ты Зеярашкину ручку возьмёшь? Здесь, Ра, дашь Асланчику ручку? Нет. Нет. Дошли пешочком до тёти. Там, наверху, музыканты. Они ходят по улице и поют песни. Поют песни, но, конечно, как бы ждут, что им денежку дадут за это. Всё, пришли к тёте. Сейчас позвоним. Верь. Аслан. Доставка продуктов, видимо, с магазином. Они прямо здесь. Не кричи, здесь кричать нельзя. Кричать нельзя. Кричать нельзя. Аслан, ты где сына? Идём. Вот они в подъезде кричат у меня, как будто первый раз на свободу будет. Не кричите. Всё, Лиф приехал. Пошли. Лиф приехал. Аслан. Пошли, 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 пошли. Эй, разбила мою башню. Зейра, такие вещи не делай. Зейра! Аслан играется. А ты что делаешь? Бессовестная. Сейчас тётя даже на тебя разозлится. Зейра, это мамина была башня. Мама делала башня. Да же? Ой. Нарде, буда? Шуна да, бетир. Ал бобулея вер. Бобулея готов. А чоп му? Чоп. Чоп и ацин. Чоп ацин. Чоп. Где мусорку выбрас? Дур кюрген, чопа ацин. Оооо, крымызılar. Асланчик. Где мами? Мор, где мами? Мор, где аслан? Мор. Где мами? Где мами? Аферин. Аферин. Я бобулея ва. Маландият. Аферин. 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 Зейра'я. Ивит. Зейра'я. Орда да вар, Зейра бе. Ивит. Аферин. Орды. а ты собери что-нибудь хотя бы собери их же не в рот надо собирать пись конечно грязная на полу лежала ты его засовываешь это что круг а это что квадрат квадрат а в итоге мы пришли к бабуле за и рада и ножницы чуть-чуть волосики решили подправить чуть короче периодически спереди подкорачиваем тебе тоже застригать да себе не надо а сам смотри на меня вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это просто звезец. Обычно бывает день-два. Это, видимо, из-за лахтауна этого нашего. Вот. Я беру ящиками. Почему? Потому что не обязательно открывать солнышки. Потому что у нас 4 пачки, например, я отдаю в детский садик. Пачка у меня бывает на кухне, пачка в зале, пачка в спальне, пачка в детской и обязательно пачка в сумке. И вот представьте, да? Везде должны быть влажные салфетки. Всегда не хватает. А, еще в машине у пап. Ага, Аслан открыл какие-то. Оливковые я открыл. Я не помню, чтобы я оливковые была. Нет. Хлопковые. Хлопок, что ли? Оливковые, что ли? А, покажи зеленые, Аслан. Маме принеси зеленые, я посмотрю. Желтые. Не желтые, а зеленые принеси. Желтые я не хочу. Желтые. Это я взяла первый раз. Ну, ты все маме несешь. Я зеленые просила. Ну, им есть с чем поиграть. Ой, спасибо. Приятный запах. Спасибо. Белые. Белые, да. Сюда положишь, да? Ага, положи сюда. Ага, положи сюда. Да, здесь должны быть. Устал. Ты не устала, Зигра? Может, мы их в ящик обратно сложимся, нет? Я устал. Устал, баба? Сюда. Ты все сюда положишь? Здесь места нету, солнышко, для всех. Да. Здесь одни бывают. Одну пачку здесь оставь, а остальные мы уберем. Вот так. Так ты хочешь? Да. Здесь ваши трусики лежат. Вот так. Мои динозаврики спят, и, наконец-то, я могу спокойно что-то поесть. Мама, а чё это? Мама, это Катю. Мама, а то Катю. Вот сделала себе салат, зеленый лук, листья салата и тунец. У меня был в холодильнике, он уже сколько времени там лежит. Никак никуда не применяла. Кстати, хотела спросить у знающих мам, не интересовалась ещё этой информацией, можно ли деткам давать вот такой вот тунец консервированный, например, с хлебушком, вдруг понравится. Вот. Давали вы или нет. Вообще, знаете, в последние дни очень тяжело уложить спать Тихрашку. Прям вот, знаете, она всегда спокойно сама засыпала, вообще не было с ней проблем. А в последние дни, пока я на неё не гаркну, пока я вот реально как овчарка, ей вот на неё не гаркну, она не успокаивается, она пьёт ногами по кровати. Не хочу спать, капризы показывает мне, она спать хочет, потому что после того, как я на неё гаркну, через 3-5 минут она спит. Это только на ночной сон, на дневной сон такого нет. Дневной сон, она сразу как обычно засыпает, вот на ночной вот так вот. Ей говоришь Тихрашка, ложись. Она встаёт и сидит в кровати. Господи, я терплю, 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 терплю. Но потом я не выдерживаю, и как ряпкну на неё, тогда она ложится и 2 минуты тех раз спит. Я не знаю, что это за период такой, это может быть кризис с 3-х лет у неё начался, но у неё, по-моему, с рождения этот кризис с 3-х лет. Тогда она у меня очень упрямая девочка, но вот такого у неё не было, чтобы во время укладывания сна, чтобы она прям сопротивлялась. Вот так прям вот, взгляд, упал на ведро, которое они мне сегодня сломали. В прямом смысле этого слова. Это уже второе ведро, которое они мне сломали. У меня сейчас дома не осталось ни ветра, ни тазиков, ничего. И самое интересное, что мне нужно успеть до 7 мая это всё купить, потому что после 7 мая у нас ожесточение бред-бредовый, нельзя купить констовары, посуду, технику, одежду, косметику, ну, то же самое, вот это ведро и так далее. Нельзя будет купить только продукт и вещи первой необходимости. Ну, кто решает, для кого какие вещи первой необходимости. Кстати, семечки можно купить и так оставить продукты первой необходимости. Ну, для турецкого народа может быть. Вот такой вот бред у нас сегодня, сегодня, по-моему, да, сегодня утром я прочитала. И ещё одна новость, что у нас будут теперь рынки работать 8 и 15 мая. Ну, конечно, купить ни тапочки, ни очки, ни констовары нельзя. Да? Зачем? Зачем констовары? Зачем карандаши альбомы нужны? Зачем? Грозите семечки, сидите дома. И пойдите на базар, купите себе там, я не знаю, зелень, вот как я делаю побольше, и сидите дома. Радуйтесь жизни. Короче, вот так вот у нас непонятно, что происходит, но не знаю, сколько будет турецкий народ молчать. В общем, турецкий народ очень терпеливый, оказывается. Я думала, нет. Очень терпеливый, очень. Честно, не знаю, плакать или смеяться, но вот такая вот ситуация у нас идиотская. По-моему, в Украине было такое, да? На Украине, да, правильно? Нет, да. Или в Украине, правильно? Вот было, по-моему, такое, такие меры какие-то. Я еще посмеялась, думаю, ну что это за идиотизм? Вот здесь вот заходишь в маркет, и вот с одного прилавка можешь товар купить, а с другого прилавка нет. И вот этот идиотизм добрался и до нас. Ну вот так вот и живем. Субтитры сделал DimaTorzok